Пекарню каратайского потреб-общества этим летом доставят новую печь и другое оборудование, приобретённое за счёт собственных средств. О поселковых буднях в нашем сюжете слово Александре Литковой. Рабочий день пекарей в посёлке Каратайка начинается в 7 утра с растопки старой военной печи углём, в которой и готовят местный хлеб. Уже этим летом в пекарню доставят новую печь, приобретённую потреб-обществом. 95-го года она. В планах у нас электрическая печь, да? Хотим мы взять, чтобы, видите, у нас же на угле, иногда хлеб может сгореть, поэтому хотим электрическую печь. Закуплена уже, всё, будем ждать. С новой печкой доставят и современный тестомес, и миксеры. Сельская пекарня находится в здании, построенном в 1984 году. Сейчас здесь трудятся три пекаря. В день в Каратайке выпекают по 200 буханок хлеба и другие хлебобулочные изделия. Плюшки очень хорошо любят. Ватрушки с ягодой, с морошкой, с брусникой, с голубикой. Аромат свежеспечённого хлеба начинает разноситься по посёлку ближе к обеду, а в магазине разбирается моментально. Не радует председателя местного потреб-общества Татьяну Хатхе только свалка, которую устроили жители соседнего с пекарней дома. Это вот жильцы 12-ти квартирного и ещё местные, ближайшие. И рыбу кидают, и гусей, и всё. Вот собаки постоянно бегают. Около домов-то убраться не могут. Вот вы посмотрите. Эти дрова, они постоянно лежат. И ничего не ремонтируют, они все гниют только. Около домов люди уже давно отвыкли убираться. В свою очередь глава сельского совета Дмитрий Вылко заверил, что уборка всей территории посёлка проводится ежегодно. Вот только-только снег сошёл. Вот только-только снег сошёл. Сейчас у меня будут вместе, вместе. Вот сейчас все жители убирают в этих домов. Одна из проблем Каратайки не нова. Впрочем, как и для ряда других окружных поселений. Ржавые бочки, сломанный транспорт годами лежит на их территории. Вон свалка, уже каждое лето приходит судно, оно вывозит. Но это ничего не вывозится. Это всё валом лежит. Региональным оператором по вывозу ТБО из Каратайки и других сельских поселений, за исключением посёлка Красное и села Тельвиска, является муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис». У нас с 1 января 2020 года уже действуют требования по вывозу твёрдых коммунальных отходов, которые не переработаны на местах, не реже, чем раз в 11 месяцев. Это 89-й федеральный закон об отходах производства и потребления. И на сегодняшний день, в рамках этого закона, региональный оператор, который является в сельских населённых пунктах «Севержилкомсервис», обязан вывозить эти отходы, которые они собирают от населения и юридических лиц, раз в 11 месяцев. Такой подход к вывозу мусора окружные парламентарии считают неэффективным. Ранее ими были разработаны поправки в федеральный закон, которые предполагали вывоз мусора не реже, чем раз в 36 месяцев, что позволило бы снизить стоимость услуги. С инициативой мы выступали в Совете Федерации на днях Нинецкого автономного округа. Инициативу эту правительство не поддержало. Сейчас мы готовим вторую инициативу, будем выходить с ней во втором полугодии текущего года. Соответственно, она предполагает уже вывоз мусора не реже, чем раз в 12 месяцев. То есть цикл – год. И таким образом мы говорим о том, что региональный оператор будет, так скажем, в рамках правового поля сможет действовать и вывозить этот мусор нормально, не нарушая сроки. Еще одна особенность поселения, которая бросается в глаза сразу по прилету в Каратайку – большое количество собак, которые гуляют сами по себе. Постоянно бегают. И из-за гона-то нормального нет. Стрелять нельзя. А как если свадьба началась, так на одну шавку прибежит вся деревня. И они везде ходят. Дети даже боятся в школу иногда идти. Потому что такие табуны носятся. Впрочем, этот вопрос могут решить только сами жители Каратайки. Ведь в основном все животные хозяйские. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».